это это студенты у них есть мультипликация то есть вот то есть вот мои будни на самом деле то есть вот этим занимается ведущий на ступфейк ну это студия в которой студенты школы журналистики записывают видео выпуски новостей в рамках практики тележурналистики на это тяжело можно сделать перед тем как начать говорить правду ты репетируешь меня говорить правду или ну спустя репетирую но мы прочитываем несколько раз мы и так знакомы с этими новостями но прочитываю широкое распространение получила фотография изображающая украинского генерала который вручает саблю бывшему послу сша в украине джону тефту стоя при этом на колени и и опубликовал на своей странице в фейсбуке украинский журналист владимир скачко он разразился негодованием о покорности украинских политиков перед западом и добавил что именно 25 мая 2014 года это что ж с ним такое не понимаю изначально мы просто все забрались вот это 2 марта когда названо что это дата организация вообще образование этого проекта как такового но и долго решали что же мы можем сделать будет хорошего со своими всеми умениями что мы нарабатывали столько лет и вот было решено сделать сайт и принципе первый месяц я вот массово писала вот эти все статьи на сам сайт потому что все были заняты своей основной работой а мне как раз так получилось в тот момент было больше времени а потом где-то как раз через месяц мы решили запустить видео новость и как-то так вот так все сложилось в итоге что в итоге пользуясь своим авторитетом нет нет ну я не продавлю на должность ведущего мне просто сказали ведущие мне сказали приехать вот будем писать новости и в итоге вместе с алиной мы их стали двумя ведущими они на счастье пока что жодных судовых посылок до нас не было я думаю это внаслідок того что мы очень суворо ставимся до спростований и мы не пишем эту информацию в которой мы не впевнены но у нас жодного разу еще не было такого чтобы до нас вернулись журналісти российские и сказали приберите это потому что это неправда как раньше были липовые сюжеты когда канал НТВ приезжает в Украину и снимает яхту на прокат и говорит что эту яхту подарил одесский бизнесмен місцевым оплаченцем просто абсолютно фейковый сюжет выдуманный датчик это бере интервью у инструктора авиа инструктора на Донбассе и каже что он власник літака а не инструктор им подарував цей літак так и потом мы бачим что люди не имеют отношения жодного до этого літака никому не дариву тобто коли полностью брехня сведомо створена наслідком нашей работы есть те что очень много фейков которые мы пишем потом возникают из первых джерела то журналисты або блогеры бачить что они написали неправду в коментарях в листах читачев до них начинают надсилать спросту ванне и они просто занимаются новином саме тому когда мы пишем свои новины то мы завжди ставим скриншоте тих сайтов где мы берем новин на коленках все бедненько никаких денег госдеп все как знаете он здесь ни при чем Олег не кашляй все домашнее все домашнее свои косметички мы и снули за рахунок пожертв читачил тобто мы за рахунок пожертв оплачиваем сервер оплачиваем работу программистов дизайнера сайту я только разумею что крим на стане на коментаре а нам ка выехать буквально через 20-30 так что я буду проходить школу молодого бойца можешь это неделя была богата широкое распространение получила фотографии изображающие украинского генерала который вручает сам ли бывшему послу сша в все супер там просто был поставной абаков окей надо закончили это и тогда идем заказывать еду я считаю монтировать кто будет сначала еду а потом монтировать